В Анапе будут строить жилые дома с квартирами для детей-сирот. Об этом говорили на 20-й сессии Совета муниципального образования. Заседание провел председатель местного парламента Леонид Красноруцкий. В работе участвовали мэр Анапы Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. По муниципальной программе Дети Анапы в этом году свыше 70 миллионов рублей выделено на приобретение квартир для детей-сирот. Сейчас проходят аукционные процедуры. Рассматриваются варианты покупки жилья не только в Анапе, но и в других муниципалитетах региона. Василий Швец отметил, что рыночная стоимость квадратного метра жилья в курортном городе намного выше, чем в среднем по краю. Поэтому на эти цели приходится выделять дополнительные средства из бюджета. Выгоднее будет строить жильем и выделять квартиры детям-сиротам. Когда у нас среднекраевая стоимость 46 тысяч рублей за квадратный метр, а среднекраевая сегодня по Анапе уже за 100, конечно, там тех денег, которые мы выделяем, которые федерация нам выделяет при софинансировании края, конечно, нам не хватит. По те задачи, которые перед нами стоят, чтобы их выполнить в полном объеме. Вы помните, в прошлом году мы принимали вместе с вами решение, дофинансировали. В этом году нам край помогает, и то мы еще тоже свое финансирование закладываем. Здесь только единственный путь может быть, только единственный путь. И, слава богу, что такая возможность сегодня есть юридическая. Это только строить, собственно, своими силами строить жилье. На сессии на 17 миллионов рублей увеличено на ассигнование на модернизацию систем видеонаблюдения образовательных организаций в рамках мероприятий по антитеррористической защищенности и на присоединение их к единой системе «Безопасный город». Также депутаты утвердили положение о муниципальном земельном контроле, внесли изменения в ряд нормативных актов. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.